Избирательный участок номер 556 открылся в Тобыле ровно в 7 утра, к которому прикреплено больше 1000 человек. Ближе к обеду, как отмечает председатель участковой комиссии, проголосовали, как обычно, самые активные пожилые и те, кто торопился уехать на дачи и огороды. Люди идут. Спасибо тому, что строим новый Казахстан, поэтому идем к демократическому обществу. Раньше Акимов городов назначали, назначал один человек. На данный момент, вот сейчас есть для города Тобола, вот они же знают своих людей, соседи знают, активных людей знают, которые город могут, Тобол еще краше, еще лучше, даже если поставим, вот сейчас выберут достойного человека, который сделает даже краше наш город Тобол. Жители Тобола Кустанайского района выбирали главу своего города впервые. В Кустанайской области это, кстати, пока что первые выборы Акима города районного значения. До этого момента должность эта была назначаемая. Кандидатов в Акиме было трое и все самовыдвиженцы. Это обязательно, мы как сознательные граждане Казахстана делаем это при каждой выборной кампании обязательно. Ну это важно, конечно, для нас, потому что он же руководит нашим районом, будет руководить. Так что это важно. А как будет руководить, что мы от этого будем иметь. Мне не безразлична судьба нашего города Тобол. Вот поэтому я решила свой голос отдать именно тому претенденту, который считает, что справится со своими обязанностями и будет все свои силы направлять в улучшение жизнедеятельности нашего города. Ну как надо. Пенсию по поварам получать, что почему не голосовать. В день выборов в городе работало 12 избирательных участков. На участке ждали чуть больше 19 тысяч человек. Пришло, по официальным данным, примерно 11 тысяч из них. Как отмечают в районной избирательной комиссии, больше всего голосов, а это 7,5 тысяч, получил кандидат Захар Комаров, который ранее занимал должность заместителя Акима города. Виктор Ваташко и Татьяна Калюшная, РТН.